Друзья, всем большой привет! Сегодня мы рассмотрим очень интересный комикс японского десантника Куитино Буа, которому довелось побывать в плену в Советском Союзе. Свои впечатления и воспоминания он выразил в рисунках. Ну, да не будем тянуть кота за яйца и приступим. Горечь поражения войне. Суровая жизнь в другой стране в качестве пленного. Мне больно рассказывать об этом снова. По-видимому, такая судьба выпала только нам. Молодежи эпохи тайсё. И вот мы едем по железной дороге. В комнате полуразрушенного заводского общежития разместились 24 человека. Так что стало достаточно жарко, и необходимость в печке отпала. Если ночью встанешь, то потом уже можешь не найти себе места на полу, чтобы лечь. Полный бак нечистот. По вечерам мы выносили бак, доверху наполненный нечистотами, и сливали их в большую яму, вырытую во дворе. Интересная была работа. По часу дежурили ночью на морозе минус 20 и провожали до туалета тех, кто страдал куриной слепотой. Было нелегко. При виде прекрасной луны на небе я начинал хлюпать носом, и слезы тут же замерзали на моих щеках. В те дни, когда стояла хорошая погода, мы старались по возможности делать зарядку на улице. Те, кто пободрее, часто играли в бейсбол, используя для этого бейсбольную перчатку и биту. Прибыв в одну деревню, в течение двух недель жили в палатках, которые насквозь промокли в результате непрекращающихся дождей. Шерстяные одеяла, постеленные на пол, пропитались водой. Многие подорвали тогда свое здоровье. После того, как дожди прекратились, нам делали уколы шприцами для лошадей. Больно, скажу я вам. Первый раз такое испытал. На какое-то мгновение аж дыхание перехватило. Очень больно. Наш поезд, набитый людьми, двигался по Транссибирской магистрали и, преодолев Урал, достиг Европы. Путешествие, длившееся 30 долгих дней, окончилось, и мы прибыли в маленький украинский городок Славянск. По полю, заросшему сплошь подсолнахами, шла милая босая девочка и вела перед собой козлят. Кто не работает, тот не ест. Сразу приступаем к работе по откалыванию камней. С ломом в руке стоишь перед каменной глыбой и выполняешь дневную норму – один кубический метр на человека. Работа в бригаде из четырех человек все-таки ужасна, так как нагрузка увеличивается в четыре раза, включая работу грузчикам и носильщикам. Отколотые камни грузили на носилки, затем тащили в гору и сооружали что-то вроде крепостной стены. Я приобрел богатый опыт, впервые занимаясь строительными работами. Русский солдат весь день следил за нами, временами дремал или громко читал книгу вслух. Что толку говорить ему, что мне нужно в туалет? Он все равно не понимает слов. Боясь, что могу сбежать, он всегда осмотрел, что я делаю, стоя рядом. А у меня из-за этого сам процесс никак не получался. Попробовал я как-то поработать славянской косой. У молоденькой девушки получалось с легкостью, а с меня только пот течет. А все потому, что нельзя вертеть спиной, говорила девушка. На, японец, держи картошку. В любой стране девушки очень добрые. Говорят, что на Украине плодородная земля, и поэтому там очень много картофеля. Если постоянно работать при температуре минус 15, то через некоторое время можно привыкнуть. Тем не менее, было много людей, которых буквально свалил мороз. В Восточной Европе температура зимой достигает и минус 25, и минус 30. Но для нас, выросших в Японии, жизнь в полевых условиях не прошла даром. Бывало и такое, когда с наступлением утра мы находили трупы моих друзей, окоченевших от холода. Ведь война уже закончилась, и умереть здесь так глупо. И сколько мы не звали назад, никто к нам уже не возвращался. Нас загружали в грузовики и долго везли. Наша работа с другом заключалась в скалывании льда на реке. Лишь стоило немножко зазеваться, можно было поскользнуться и упасть. Да, широкая река, думал я. Это был Днепр. По приказу советских врачей, нас повели в баню. В баню при минус 25? Это, скажу я вам, совсем не шутка. Если бы мы не были такими молодыми и здоровыми, то запросто могли умереть от переохлаждения. Мы растапливали снег в железных бочках, и каждый мылся на морозе одной чашкой воды. И здесь я снова почувствовал дыхание смерти. Это было самой ненавистной обязанностью. В гробовом молчании все глаза направлены только на острие ножа. В наполовину вошедшей в землю комнате, под цвет тоненькой самодельной свечи, разрезался хлеб. Черный хлеб. Женщина-сержант в советской армии. В стране равенства мужчин и женщин большим удивлением для всех было видеть женщину-солдата. У японцев, которые все еще жили в старом добром патриархате, это явление вызывало крайний шок. Стойкие к холоду, волевые, лишенные какой-либо мягкости, удивительно красивые глаза были великолепны. Должность врачей занимали в основном женщины. Вот и красавица-доктор-лейтенант с пышной грудью, осознавая свои достоинства, проходит расправив плечи. В этой многонациональной стране нет никакого пренебрежения к другим национальностям. И военнопленных японцев осматривали каждого в отдельности, как бы и любого другого человека. Перебирали картофель всегда на складе. На эту работу отправляли тех, кто уже не мог выносить обычного тяжелого труда или на половину больных. Подключив к железному ведру электричество, можно было отварить и покушать картошки. Хорошая это была работа. Была у нас такая страшная тетя-офицер. Зато было весело. Убрав грязь, нужно было потом все аккуратно вытереть, но с неожиданными проверками было совершенно не схалтурить. Один раз пришлось мне оказаться перед женщиной-врачом в не совсем пристойном виде. Особенно переживала она за самых исхудавших солдат, настойчиво укладывая их в постель. Скорее спать. Голос у нее был очень добрый. Слезы не остановить. Плакал целый день напролет. Просто ужас, когда кто-то умирает у тебя на глазах. Обещал все рассказать его матери, если только сам целым домой вернусь. Может ли прах безмятежно покоиться в чужой земле? Неважно, немец ты или венгр, все едино. Вот похороны. Завтра они могут быть и по тебе. Это было в конце июня 47-го года. Нас перегнали из лагеря в Славянске в Мадьярский лагерь. Удивил венгерский солдат, тепло встретивший нас, японских солдат, маршем патриотов. Чувствуется, что у каждой национальности есть свои особенности. Мадьярцы называют Венгрию в Англии. Очень веселый, жизнерадостный народ. Работают спустя рукава, так как ненавидят Советский Союз, но относят себя к японолюбам и знают о Японии больше, чем мы сами. Если говорить об оптимизме, то славяне вне конкуренции. Стоит одному запеть, как второй подхватывает и получается дуэт на два голоса. Тут же подойдут еще трое или четверо, и вот уже целый хор поет. Думаю, русские – самая музыкально одаренная в мире нация. Никогда не скажут нельзя, даже если запоет пленный. Микадо, Гейша, Фудзияма, Дзюдо, Харакири. Славяне знают эти слова, но когда дошло до сумо, оказалось, что никто как следует не разбирается в правилах. Даже проиграв, говорили спасибо. Подружился я с летчиком, капитаном Покровским. Веря в японскую порядочность, он доверял мне свои ценные вещи и ключи от склада, а сам бежал на работу. Где он сейчас? В русской армии солдаты более 120 национальностей, которые говорят на разных языках. Монголы, хотя и понимают по-русски, выражаются коряво. Но лицом и телосложением похоже на японцев, что располагает к общению. К тому же они прекрасные наездники, а я несколько раз упал с лошади. В работе по восстановлению города по окончании Второй мировой принимали участие и мужчины, и женщины. Отважные женщины справлялись даже с самой опасной работой. В то время в Японии было трудно представить себе подобную картину. Были даже случаи проявления любви русских женщин к японским солдатам. То были прекрасные мгновения. Монтажные работы. Это был очень опасный вид работы, и нам приходилось надевать рабочую обувь. Злой рок определил десятерых из нас для этой работы. Пробежать по верхней деревянной перекладине металлического каркаса и вылить цемент из тележки. Этот вид работы тоже требовал больших физических усилий. Нужно было перебросить уголь из товарного вагона. И когда нас подгоняли, говоря быстрее-быстрее, мы махали лопатами, не покладая рук. По плану работа по восстановлению города была рассчитана на пять лет. Поэтому в ней принимали участие и молодые девушки, всецело отдававшиеся работе. И мужчины и женщины были красивыми в своей работе. После работы, за несколько минут до построения, мы занимались воровством. Мы воровали электрические лампочки для того, чтобы сделать лагерь хотя бы немного светлее. Нам хотелось есть, и мы, проткнув мешок с рисом бамбуковой палкой, насыпали рис, хотя много унести не удавалось. Я думаю, что это колесо поезда. Если подойти поближе, при отливке подобной вещи, то могут заболеть глаза из-за горячего воздуха. Мы работали пневматическим молотом, выравнивая поверхность колеса. Осколком мне порезало глаз, я перестал видеть, и врач-немец прооперировал меня. Следующие два месяца я провел в больнице. На две недели я лишился зрения. Я осознал ценность обладания способностью видеть. Подружился с добросердечными, боевыми товарищами и молодым немецким солдатом. Когда вновь смог видеть, я решил взять шефство над слабыми больными в знак благодарности за помощь, оказанную мне. И за дня в день меня радовала мысль о том, что я смог быть полезен им. Японцы любят есть рис, поэтому нам выдавали эту пищу, которая была в то время в России, на вес золота. Однако риса нам давали довольно мало, поэтому иногда, притворившись японцем, за рисом приходил немецкий солдат, но ему сильно доставалось за это. Раз в два-три месяца мы ходили в баню. Сидеть на скамейках было больно, из-за худобы кости попадали прямо на твердую поверхность скамейки. Неунывающие японские военнопленные устроили с немцами турнир по настольному теннису. Возможно, из-за странной манеры держать ракетку японцы с легкостью одержали победу. Все-таки зависть к чужой тарелке везде одинакова. Из-за того, что японские блюда выглядят больше, немцы бросают на них злобные взгляды. У них хлеб и похлебка, а у японцев рисовая каша, суп мисо и прочее. Любая встреча неизбежно влечет за собой расставание. Кажется, там была девушка, боевая подруга, для которой это расставание было особенно больным. И ты, Наташа, что так горько шепчешь слова прощания, что ты сейчас делаешь, что с тобою бедною стало. Слова прощания на разных языках. Я думаю, что мир действительно един, и люди во многом похожи друг на друга. Вот, например, прощаясь, все мы плачем. Не знаем языка, но подними руку и помаши ею, и все станет понятно без слов. Нет, не зря все это было. И русский лагерь, я так думаю. В отличие от того поезда, на котором мы въезжали в Россию, в этом поезде двери были настежь. В этой точке мира, в Сибири, солнце не успевает полностью сесть, и даже глубокой ночью здесь светло. Их так и зовут «белые ночи». По длинной, длинной сибирской железной дороге мы катимся и катимся на восток. Трудно заставить себя справить нужду в коробку туалет в поезде, и поэтому при любой остановке мы вылезаем из поезда, садимся как птички на рельсы и оставляем после себя на путях подарочки. Когда мы, прогоняя мысли о возвращении на родину, сошли с поезда в Хабаровске, нам неожиданно открылся весь ужас нашего положения. Явились грозные молодчики, назвались членами японской коммунистической партии и принялись агитировать за нее. Бывают же странные люди. И у побежденной страны есть реки и горы. Вот они, японские острова, утопающие в зелени. На глаза навернулись слезы. Кто-то крикнул «Ура!». Некоторые солдаты не были дома уже 10 лет. Ступил на родную землю и услышал, как заскрепели доски причала. Услышал звук собственных шагов. Встречающие все, как один тоже, кричали «Ура!», благодарили, пожимали нам руки. В толпе сверкали белыми одеждами медсестры японского Красного Креста. Первым делом пошли с боевыми товарищами в баню. Громким голосом разговаривали, «Как хорошо!». Да, никогда нам в жизни не было так хорошо. С головы до ног нас обработали лекарством, и, наконец-то, мы почувствовали себя настоящими японцами. Татами, татами. Мы кувыркались на них, стояли на голове, прижимались к ним щекой. Такие родные татами. Совсем как мать. Как я рад. Тогда я остро почувствовал, что, наконец-то, вернулся домой. Поезд с демобилизованными прибыл на станцию Кусанаги. Подбежал младший брат и позвал меня по имени. А потом стал неотрывно смотреть на меня, потолстевшего, пока я выходил из вагона. Подбежал и отец. «Это ты, Набуа?» «Да», – ответил я, отдав ему честь. «Я рад», – выдохнул он и умолк. Субтитры создавал DimaTorzok